Посол США и посол Великобритании возложили цветы, а у меня, ну там, тех людей, которые не защищены дипломатическими, значит, паспортом, крутили, винтили, задерживали, но у меня вопрос в другом. А, Дмитрий, на ваш взгляд, а нужны ли в России послы США и Великобритании в кровожадной государстве имени Путина, где убивают людей, которые нападают на других, и вот такие визиты, как Карлсон, который берет из Соединенных Штатов интервью Путина, дипломаты, которые все еще находятся на территории России, там, в Москве, не является ли это вот таким мостиком с западным миром, который, ну, наверное, надо было бы. Нет, ну, послы, безусловно, нужны, потому что контакты все равно продолжаются, есть же много направлений, да даже объект, обмен с заключенными, даже ядерное вооружение, контакты обязательно нужны, они проходят и будут проходить, и даже в самые тяжелые, тоскливые времена посольства всегда оставались и послы всегда работали. Поэтому, безусловно, да, послы нужны. Что-то изменится в российской оппозиции, особенно в той части, которая находится за границей, она в основном там и находится, после смерти Навального? Российская оппозиция представляет собой очень мрачное зрелище, на мой взгляд. Это совершенно разрозненные люди, которые думают прежде всего о себе, прежде всего о своем финансировании. Они прекрасно понимают, что они сегодня не могут составить конкуренцию Путину. Даже если бы они все объединились, это все равно не работает, они находятся на Западе. А в России они находиться не могут, потому что их повяжут и убьют. Поэтому российская оппозиция, она часто состоит из бывших государственных деятелей, которые неистово воровали у россиян, а потом что-то не поделились с Путиным, ушли в оппозицию. Она состоит из агентов ФСБ и ГРУ, которые были имплементированы в оппозицию, чтобы держать оппозицию под контролем. Вообще, российская оппозиция это жалкое-жалкое зрелище. Безусловно, там есть ряд людей, которые действительно достойные. Не знаю, там Гарри Каспаров, Михаил Касьянов, Михаил Ходорковский, еще ряд людей, я боюсь кого-то не назвать. Но в целом это жалкое зрелище. Жалкое зрелище, они же и Навального ненавидели. Зачем им конкурент? Многие представители российской оппозиции. Ну, кто он для них? Конкурент. Вот, если бы я был лидером, а то Навальный, еще и сидит в тюрьме, еще и герой. Вот, думаю, что многие вздохнули облегченно в российской оппозиции, когда Навального убили. Вот, они также и Немцова ненавидели в свое время. Жалкие и ничтожные личности в массе своей. Не все, не все. Идем дальше. В работе популярного мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. Наибольший сбой пришелся на 13.20 по Киеву и частично продолжается сейчас. Как свидетельствуют данные, с проблемами столкнулись пользователи со всего мира, включая Украину. На проблемы в работе соцсети пожаловались более пяти тысяч раз за последний час. Но не о самом сбое хочу поговорить. До этого появлялась информация от украинской разведки, главного управления разведки, о том, что Telegram как мессенджер может нести угрозу национальной безопасности. Вследствие чего, развивая эту мысль, значит, мол, не хотят ли закрыть в Украине доступ к Telegram мессенджеру? Что думаете, какое будущее ждет Telegram? Мне трудно сказать, но могу сказать одно. Telegram очень динамично развивается в Украине сейчас и Telegram каналы в частности. Телеграм, как и любые мессенджеры, может сбоить. Это нормально. За этим стоят живые люди. Что касается закрытия Telegram в Украине, вообще не верю в это. Вообще не верю. Тогда к следующей теме, она в продолжении, что ли. Телеграм-канал Генерал СВР пишет. Секретарь Совета Безопасности России Патрушев одобрил тренировочные отключения ряда мессенджеров и видеохостинга YouTube, которые должны пройти в ближайшие 10 дней. Напоминаем, что необходимо иметь установленный VPN для входа блокировки, пишет Telegram канал. Как думаете, насколько вот эта информация может соответствовать действительности и в России, значит, перережут кабель и никакого YouTube и других прелестей западного мира? Если бы в России перерезали кабель, по которому текут специальные данные и так далее, информация, вследствие чего Россия может с помощью компьютерных технологий, в том числе воевать в Украине, было бы намного лучше. Я уверен, конечно, что Россия мечтает отрубить YouTube и контролировать вообще все мессенджеры, которые есть. Об этом давно шла речь. Вспомните, как они быстро с началом войны отрубили Instagram. Ну, мы же помним это, правильно? Что еще они отрубили? Ну, вот сайт Гордон заблокировали сразу на территории России, помню, в первые же дни. Что-то они еще рубанули. Ну, не суть. Они будут, конечно, пытаться это сделать. Насколько это получится, не знаю. Они тестировали уже отключение. В результате еще был масштабный сбой по всей России. Буквально когда? Пару недель назад, что ли? Вот, но я сомневаюсь, что они смогут это сделать. Но если они это сделают, конечно, это будет фантастика. Опять русские промолчат, схавают. Ну, будут смотреть Соловьева, ну, пусть смотрят. Лучше они уже не станут, а хуже некуда. О, формулировка шикарная. Может, и не только Соловьева. Я сейчас процитирую еще один телеграм-канал, а именно не кто. Дмитрий Киселев вдохновился Такером Карлсоном и требует интервью с Байденом. В распоряжении редакции «Некто» оказалось письмо, которое подписано лично Дмитрием Киселевым. Он, напомним, в своих программах любит призывать к ядерному удару по Вашингтону. В письме, адресованном пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер, он просит провести интервью с Джо Байденом. Дмитрий Ильич, это так... Я думаю, что Джо Байден года полтора ночи не спит, думает, как бы ему дать интервью Дмитрию Киселеву. А тут и Дмитрий Киселев сам, наконец, написал письмо. И Джо Байден сейчас пребывает на седьмом небе просто, радуясь, что вот, наконец, интервью с этим прекрасным журналистом состоится, и его жизнь, в общем-то, будет, обретет новый смысл. Слушайте, ну, смешно это, Дмитрий Киселев. Ему надо думать уже о том, ему надо готовить речь в ГАГе, как он будет оправдывать свое поведение, свои пропагандистские усилия, направленные на агрессию России. Ему об этом надо думать. Какое интервью с Байденом? Кто он такой вообще? Где он играл? Как когда-то сказал Андрей Андреевич Биба на моих глазах, Олегу Блохину великому, ну, немножко мы сидели, там был праздник, немножко все выпили, и Андрей Андреевич сказал, Блоха, кто ты такой? Где ты играл? Ну, это было, конечно, в шутку, а в данном случае, ну, Дмитрий Киселев, кто ты такой? Где ты играл вообще, чмо? Ты пропагандист, виновный в гибели сотен тысяч людей. Вот твоя главная отличительная особенность. Думай над речью в ГАГе. Все. А я вам напомню, где Дмитрий Киселев играл. Какое-то время он жил и работал в Украине на телеканале ICTV, значит, тут готовил борщ, значит, приглашался к себе. Да, да, я помню. Сказывал, как любит Украину и так далее. Помните, Дмитрий, такой период времени? Я помню больше того. Я помню, как в 2004 году, когда у нас была оранжевая революция, наша любимая. Я очень люблю оранжевую революцию, кстати. Это было очень светлое, романтичное время. Дмитрий Киселев тогда в стиле русского мира ляпал что-то про Майдан и так далее. И я тогда выступил официально и призвал всех никогда не подавать руку Дмитрию Киселеву. Вот это я хорошо помню. Вот это я хорошо помню. Что я и показал, собственно говоря, наглядно. У меня есть фотография, было какое-то мероприятие, я ему демонстративно не подал руку. Так, пишут зрители нам, Наталья пишет. Я 34 года живу вне Российской Федерации, после вторжения в Украину и убийства Навального РФ окончательно сгнила и покрылась коростой. Тушим свет, презрение нет конца. Да, презренная страна, фу-фу-фу. Это вообще, это... Вы знаете, у меня исчерпались слова, которые бы я мог сказать в адрес этой недостраны, этой отрыжки мировой цивилизации. Это вообще агрессивное хамско-быдляческое образование, состоящее преимущественно из агрессивно-хамского быдла. Я никогда не скажу, что русский народ поголовно плохой, я никогда не скажу, что в России все плохие. Нет, это не так. Там есть и достаточно, надеюсь, людей нормальных, понимающих, профессионально толерантных, демократичных и так далее. Но это капля в море по сравнению с всеобщим быдлом, которое захватило власть в России давно-давно и является, по меткому выражению советского еще историка Юрия Афанасьева, агрессивно послушным большинством. Продолжим наш эфир и процитирую я еще один телеграм-канал. В данном случае это будет телеграм-канал Невзоров. Что пишет Александр Глебович? Кабаева сдает пост. В РФ нарисовалась новая царица. Западные таблоиды весело, но упорно разгоняют тему «Упырь плюс Мизулина». Свечку, правда, никто не держал, но по ряду косвенных признаков все сходится. Впрочем, взлет Мизулиной ничем объяснить невозможно иным. Этой гламурной Иуде вдруг открылись врата волшебных возможностей. Теперь в ее распоряжении любые залы, гонорары, гранты, заискивания, вертикали и рожи ФСОшников за спиной. Хотя свои доносы Мизулина пишет ничем некачественнее, чем прочие стукачи-скрипоносцы, всем СМИ запрещен любой негативчик-одоносчица. Под строгим запретом и самая невинная критика ее персоны и ирония в ее адрес. Действительно, конец цитаты, действительно такой взлет Мизулиной, сейчас ее гастроли по России. Правда, не везде ее встречают аплодисментами, на встречах со студентами вы наверняка видели. В Казани ребята встали и вышли из зала демонстративно. Да, там, где начинали с ней спорить, что цензура в России есть, что она лично в том числе пишет доносы. Но, как думаете, насколько вероятно вот эта история, которую сейчас западные таблоиды раскручивают, что Мизулина – новая Кабаева? Ну, Александр Глебович гений, конечно. Я всегда с интересом смотрю, что он пишет и слушаю, что он говорит. Я не знаю, насколько у него, наверное, свои какие-то есть же источники остались, сохранились в России. Я не знаю, она на вид, конечно, под третью рюмку вполне возможно сойдет. Но не устрашающий у нее вид, довольно сексуально. Но насколько она с Путиным, я не знаю. Но какой же черный рот, черноротая баба такая, еще доносчица профессиональная, строчит доносы, угрожает людям. Отвратительно. Вся в мамашу свою. Семейка Адамсов, то, что надо. Отвратительная баба. Идем дальше. У меня очередной пост Телеграм. Слушайте, у нас сегодня Телеграм-эфир получается. Но там просто интереснее и все интереснее. Значит, дальше Дмитрий Медведев. Значит, в своем стиле. Зампред совбеза, значит, Дмитрий Медведев, снова угрожает странам США и Европы ядерной войной, если Россию вернут к признанию границ 1991 года. Медведев рассуждает, что будет, если Россия проиграет в войне против, цитирую, неонацистов с западными спонсорами и вернется к границам 1991 года. Он называет такой исход необратимым развалом нынешней России, в составе которой по Конституции входят новые территории. Это тоже цитата. После этого, считает Медведев, начнется гражданская война с десятками миллионов жертв и гибель будущего России, пишет Медведев. Так, дальше он пишет. И теперь главный вопрос. Эти идиоты, правда, верят, что народ России такой раздел своей страны проглотит, что мы все будем рассуждать приблизительно так. Ну что ж, увы, это случилось. Они победили. Нынешняя Россия исчезла. Жаль, конечно, но надо жить дальше. В разваливающейся, умирающей стране, поскольку ядерная война куда для нас страшнее, чем смерть наших близких, наших детей, нашей России. И что у руководства государства во главе с верховным главнокомандующим в таком случае дрогнет рука принять тяжелейшее решение. Так вот, будет совсем иначе. Развал России будет иметь куда более страшные последствия, чем результаты обычной, даже самой затяжной войны, ибо попытки вернуть. Тут я пропускаю. Дальше много текста. Значит, глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону, по всем иным красивым историческим местам, давно введенным в полетные цели нашей ядерной триады. Хватит ли нам на это духу, если на карту будет поставлено, продальше проверить Россию и так далее. Значит, ответ очевиден. Конец цитаты. В очередной раз Дмитрий Анатольевич угрожает ядерным, хрустальным, значит, это не буду говорить чем. Василий, любой врач, работавший или работающий в сумасшедшем доме, вам подтвердит, что многие пациенты в разной степени буйности пишут подобные письма. Люди в психушках пишут вообще книги и подписываются, соответственно, кто Наполеоном, кто Кутузовым, кто Суворовым, кто и Медведевым. Какой нам смысл обсуждать пьяный бред идиота? Медведев клинический идиот. Это жалкая и ничтожная личность, которая сдала всех друзей своих. Его друзья все сидят в тюрьмах, дагестанские миллиардеры и так далее, которые его питали бабками всю жизнь. Он сдал вообще свои идеалы, если они у него были. Он же всегда был прозападный политик. Димон Айфон. Всегда он все западное любил. Мне Саакашвили говорил, что Медведев ему говорил, как я люблю Америку. Деградант. Это деградировавший алкоголик, который в силу алкоголической интоксикации усугубил свое идиотическое состояние. Поэтому, ну что нам обсуждать идиота? Пусть пишет дальше. Руки есть, пишет. Ну что, пусть пишет. Контора пишет, как Остап Бендер говорил. 16 февраля в Берлине Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о безопасности. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал это событие историческим шагом. Сколько нужно? Президент Украины Зеленский и я сегодня подписали соглашение о наших долгосрочных обязательствах по безопасности. Исторический шаг. Германия будет продолжать поддерживать Украину против российско-агрессорской войны. Слава Украине, написал Шольц. Как пишет Deutsche Welle, цель соглашения – обеспечить безопасность Украины на период, пока она не станет полноправным членом Североатлантического альянса. Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Манель Макрон во время встречи в Париже 16 января подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности в рамках рамочной декларации группы 7. По словам французского президента, двусторонние соглашения конкретизируют обязательства, которые мы взяли со странами J7 на Вильнюсском саммите НАТО в июле прошлого года. Наша поддержка не только долгосрочная, но и также имеет коллективное намерение, поскольку Великобритания и Германия уже подписали эти соглашения, добавил Макрон. Глава офиса президента Андрей Ермак написал в Телеграм, согласно договоренностям Германия будет оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется для того, чтобы помочь нашему государству защитить себя и восстановить свою территориальную целостность. Двустороннее соглашение действует в течение 10 лет с момента его подписания и четко закрепляет конкретные компоненты обязательств безопасности, которые Германия предоставила Украине и определяет приоритетные сферы сотрудничества военной, политической, финансовой и гуманитарной. В соглашении зафиксировано, что в 2024 году Германия предоставит средства на военную помощь Украине на общую сумму более 7 миллиардов евро, что значительно усилит украинскую армию. «Работаем с другими партнерами. Вильнюсскую декларацию Большой Семерки уже поддержали более трех десятков стран», написал Андрей Ермак в Телеграм. Дмитрий Ильич, действительно, это историческое событие. Без преувеличений и какого-то ложного пафоса, действительно, Украине необходимы эти двусторонние гарантии с такими гигантами, странами-лидерами мировыми, как Германия, Франция, Великобритания. Наверняка с Соединенными Штатами будет подписано такое же соглашение. Канада. Ну и весь список, я думаю, мы в скором времени увидим, услышим всех подписантов. Это очень серьезная история. Слава Богу, что это происходит. Слава Богу, что Европа, я повторяю, проснулась и окончательно поняла, что с русскими каши не сваришь. И я бы еще вслед за президентом Зеленским призвал бы европейцев или американцев, хватит бояться Путина. Хватит. Он не такой страшный. Что там, он сверхчеловек какой-то. Что вы там нашли такого, чего надо бояться? Ядерное оружие примене? До хера. Вы у Китая спросите, как Китай к этому отнесется? Китай уже все Путину сказал. Поэтому не надо бояться. Не надо бояться вообще никого. Если бы украинские защитники, наши воины боялись русских, мы бы уже потеряли свою государственность. Не надо бояться Путина, не надо бояться Россию. Надо активно работать с Украиной по поставкам вооружения. Вот что надо делать. Много вопросов. Вот меня спрашивают, говорят, а что, США бросили Украину? Нет, США не бросили Украину. И не бросят Украину. И подтверждением этому и разговоры Владимира Зеленского с президентом Байденом и с госсекретарем Блинкиным. И на днях президент Зеленский будет иметь еще один разговор с президентом Байденом. Значит, чтобы вы понимали тоже точно, почему ушли на каникулы конгрессмены, не проголосовав, так и за одобренный Сенатом законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Было так называемое рамочное голосование еще конгрессменов. И в конгрессе есть голоса для поддержки этого закона. Единственное, Джонсон, спикер конгресса, он человек Трампа. И он всячески затягивает это. Но и он не сможет это делать бесконечно. Потому что процедурно, когда есть определенное количество тех, кто требует поставить на голосование, он обязан поставить на голосование. Поэтому, смотрите, он поставит этот закон на голосование, и конгрессмены за него проголосуют. Мы ждем после 26-го, по-моему, числа, когда они соберутся. Мы ждем этого, мы еще неделю-полторы потерпим. Все нормально. Америка не бросила Украину и не бросит Украину. Хватит разгонять эти упаднические мысли. Это русские псо. И Европа поднялась уже. Я вообще тут постучал трижды по дереву. Я считаю, что все идет по плану, все будет хорошо. Да, с опозданиями, да. Но идет нормально. В комментариях под анонсом нашего эфира был вопрос от наших зрителей. Что вы знаете, Дмитрий, о состоянии Михаила Саакашвили, о состоянии его здоровья? Как он, поскольку все меньше информации о нем? У меня нет новых никаких данных. Я разговаривал с одним из его ближайших соратников недели две назад. Но он тоже сказал, что все, что известно, новых данных нет. Мы в который же раз желаем Михаилу Саакашвили, во-первых, здоровья, во-вторых, поскорее оказаться в Киеве среди друзей. И, конечно, госпожа Саламешвили, президент Грузии, могла бы совершить этот жест и помиловать Михаила Саакашвили. И почему она этого не делает, я тоже не могу понять. Если Михаил смотрит этот эфир, а я знаю, что у Михаила есть возможность периодически смотреть эфиры... Наши эфиры он всегда смотрит, Василий, я это знаю. Михаил Николаевич, ждем вас в Киеве, держитесь. Ждем вам лучи поддержки. Ждем вас с нетерпением в Киеве. И дождемся обязательно. Дождемся. Еще одна тема, которую мы с вами, Дмитрий, вначале вы анонсировали, это история помощи со стороны Чехии. Чехия нашла способ достать 800 тысяч снарядов для Украины, но нуждается в финансировании для этого, заявил президент страны Петр Павел. Значит, что сказал господин президент Чехии? Сейчас мы нашли полмиллиона снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра, которые мы сможем переправить в Украину за несколько недель, если найдем финансирование на это. Мы обратимся за этой помощью к партнерам США, Германии, Швеции и так далее, заявил он. Это прекрасная новость. 800 тысяч снарядов. Я хочу сказать две вещи. Первое. Европа сейчас таким образом настраивает свою военную промышленность, свой ВПК, что ежегодно Европа будет производить 2 миллиона снарядов. Это первое. Второе. Деньги на покупку найденных Чехии, спасибо вам за это и спасибо президент Павел за это, снарядов для Украины будут найдены в самое короткое время и переданы в Украину. И третье. Спасибо Дании, которая всю свою артиллерию, просто всю, все, что у нее есть, передает Украине. Ну вот, ну спасибо. Как, что еще сказать? До слез просто. Субтитры сделал DimaTorzok